Ага. Здравствуйте. Говори, кто-то подсчетное исключение, сам? Выщет к чему? К каждому государству разному. И то, что здесь они заканчивают, ледом за границем, а как будто не ущельц. Начинается заново. Вот здесь был вражден, операция. Приехал в Америку, а его не допускают. Он теперь должен пройти полностью все, что он мог делать. Будет та же лаборатор. Здесь был датехник. Приехал туда между. Он теперь должен показать, как ухаживать за скотиной, как доят, как кормят, как кушают, как быстрее, чтобы 4 недели не прошло, а уже петухи были большие. Вот так и в жизни. Самое главное, чему не учат и чего нет сегодня, это научиться правильно болеть и правильно умирать. А к этому придем все. Нет человека, который бы не болел, ибо лучшая пора их труд и болезнь, а лет человеческих 70 лет. Это и в Китае, и в Индии, и в России, и в Америке тысячи, три тысячи, семь тысячи с пандемией, надо бы явно, и последние люди вздохнут и исходиться лицо от боли и умрут. Вот этому надо мучить. А мучить этому можно только из Слова Божьего. Вот вчера проехал Твоевец и спрашивает, а куда заехали батюшки и заехали ни к кому. Нас сошли, где мы работаем, в разговоре переулок и приехали. Начальник уголовного розыска. Уже не первый раз приезжаю. С чем закончилось? Приглашение на наш престольный праздник. Ему он говорит, а без ответа приеду, я его лежу, захватил. Вот результат встречи. Он сам приезжает, я его не зову, ему ничего. Но каждый раз спрашивает, и чего вы снимаете? Я говорю, моя территория, я и снимаю. Это наша жизнь. Когда человек живет честно, он ничего не прячет. У меня все открыто. У меня деньги, стол. У нас все открыто. Как спим, как одеваемся. Вот какое есть, такое и есть. Мы показываем. И должны показывать. Для нас жизнь это Христос. И куда бы ни пришли, мы должны учиться. Вот у Петра первого, у него был персень. И написано, да, на славянский язык. А отстребу учащих меня. Переводить не надо. Я все время ищу, кто бы меня чему научил. А у нас так, я православный, меня в чем учить? Я православный. А сегодня выставленный ролик. Выступает священник и говорит. У нас сейчас пришел бы Христос, и он бы не признал на свои. Что у нас в храме делалось? Я постоянно говорю. Павел бы, пришел апостол, зашел в храм и сказал бы, а какой веры это люди? Евангельское то ничего нет. От порога до алтаря. До батюшки дали. Но это, говори, священник, теперь уже прислушается. Вот мощь. Иной живет на входе, уже поехал туда. Ну выйдет, кредет три этажа и спрашивает, где чего? Обобрали народ. А где его учили? Чему учили? А ты во свете Библии все рассмотри. Сказали, не торопись это Богу. Тебе преподил какой-то предмет учителя. Ты приди дома, открой святую Библию и посмотри. Так ли это? И если это не так, учитель должен для это ответить. У нас у детей мужества-то нет. Если у старших лет, то у младших лет. Бога бойся, написай ему служить. Славный Тебя, Господи, всем сердцем. Всем. А так ли это? Соответствуйте действительности. А Бог ему спрашивает, как посел в скотину? Как родители слушаемся? Как в дом откудемся? Все в этом. И с этим мы перейдем к конечному результату. Последний день жизни. Последний час. Едва дышит учитель. Помолись, что Бог дал мне время упакаяться. Он подошел и говорит, сын мой. Этих часов сколько впереди было бы? Хватился? Сколько обиженных? Где ты прошел? Бог мог подсказать. Плассачки знают время от кого, но ты не знаешь время откуда. И ты на все должен так смотреть. И что он меня спрашивает? А вы знаете, есть статья сегодня такая в законодательстве? Если ты не то что не согласен, а против курса партии тогда было, сейчас государство. Это уголовная статья. Я говорю, к нам она не относится. Мы молимся за начальствующих. Написано, молитесь за царей. Я все христианин, что на меня уголовный возник не действует. Он, чтобы не воруй, не прерыводействует. Не краденил жизнь свидетельствует, что у нас это все сказано. За тысячи лет до этого дня. И вот с этим богашем и станем. Знаем ли мы Христа? Я хотел еще раз напомнить, что в настоящее время есть священники, которые говорят правду. И один из приближенных к патриарху Кириллу, московский батюшка, отец Смирнов, Дмитриевич. И он говорит, какая у нас вера? И начинает перечислять, какая вера это? Такая живая, легкая. У нас, говорит, бесовская вера. Это крестивная вера, бесовская вера. И мусульмане ближе к несущим мы. Ближе. Почему? Как они одеваются? Посмотри. Они делают такие снимки, от которых мы в стыне покроемся. Девушки одна к одной. Как нарисованы, будто из нашего храма вышли. Наущие там их двенадцать. Как они одеты все по форме. И до их целомудрия нам еще как от земли до неба. Мне, моя знакомая, жена Мулы, прислала... В школе сидят ученики вот в руки. Все одеты по церковной форме. В школе и дома. Мы проехали Турцию. Мы не видели полугола, чтобы бегали. Мы одеты были так, чтобы видно все было. Нам можно учиться? Можно. Ивангельские христиане называются баптисты. Они Библию изучают. Отделенно учить детей в школе, говорит, везде. Нам можно учиться у них? Можно и нужно. Нужно. Были люди, которые готовы были за Отечество жертвовать жизнь. Воспитывали так комсомольцев. Они нам в разу рекидают. Ну было же это. Можем учиться? Можем. Наше Отечество небесное. Если мы тому Отечеству верны, то земное Отечество намного ниже. Мы для него всегда подходящие и хорошие граждане. Я все вижу, что тут плохо посетят. Я всегда ею в поле. Ну что же скотину там варите? Давай помолимся. Мы делаем труды, пришлось загородить их дорогу. Не глядя на скотину, она все разворачивает. Вот здесь ваша школа. Слава тебе, Господи. Всем сердцем. Если написано и вы в это верите, не обманайте сами себя. Я говорил, я знал. Славлю делами моими. С утра до вечера. Встал первое. Какое твое слово? Молитва. Встаем не ночью на молитву. Вы думаете, так все время будет? Будем мы жить здесь в гордом одиночестве. Уже не худо и не верно сегодня. Два с половиной миллиона китайцев около Хабаровска. Линия построена железная дорога Путина. Построена для них мигрантов, которые приезжают. Земля пустой не будет. Земля пустой. Одна треть пенсионеров. Молодежи нету. Вот у нас вся школа. А куда они пойдут? Я их крестил двадцать лет Демитриевского права. Говорят, огнянулся, никого нету. Кем стали эти мальчики? С кем стали девочки? Он только не договаривает, что такими я сделал, да? Я их не учил. А мусульмане учат их день и ночь. День и ночь. Я напоминаю, когда девушка вот такая решила побежать за водой, еще лох сполз. Он сразу ее оброл, айша. Нельзя так. Ну, пап, ну неужели так важно? Ты спасешься, а это место гореть будет? Он просто сказал. Мы знаем, без 300 лет спасения. Но вот это самомудрие. Оно показывает, что они умеют сохранить девственность сто процентов до замужества. Сто процентов! Нам даже мечтать об этом не надо. А у которых это было, это непобедимое. Вот такая была когда-то российская страна. За этим смотрели. В школе это было. Отдельно мальчиков девочек учили. Отдельно. А он вот такой вот сейчас шплинт бежит и хватает за руки и давит. А я на голубятне стою и вижу. А назад приду и говорю. Как же ты позволяешь себе это? То есть направьте на это внимание. Если этого не будет, грязную душу, худую душу написано и мудрость не войдет. С молитвы начали. Сделай замечание. Не слушай, накажи. Как? Не знаю. У вас какая на это есть власть. Сегодня запрещает. Закон вышел. Я еще раз напоминаю. Вот коснется больше всего детей. Старосток деревни. Проводят собрание день деревни. И он говорит. Да благословит вас Бог. И вот сразу же 50 тысяч штраф. Неположено. Ты не зарегистрирован. Он говорит. Я не верующий. Ты чего мне регистрируешься? 50 тысяч платить. Адвокатов не хватает в стране. А в течение одного месяца старались били так. А что дальше будет? Мы законы поддержим только те, которые не противоречат Слову Божию. Если нам противоречит закон не проповедовать, мы будем проповедовать. Мы будем свидетелями Христа. Мы будем светом истины. И школа для этого назначена. Важнее церкви и школы ничего нет на земле. Викторий Любовь об этом говорит. Ребенок рождается. Матерью передает отцу. Далее. Школа. Государство. А почему вы не говорите о Боге? Он отвечает по тому, что во всем этом Бог должен быть. Без Бога не до порога. Но благословен Бог всех. Сохранить себя от этого мира развращенного, страшного и грешного. Близится всему конец. 1 Петра 4,7. Близок, близок где-то. Приготовьтесь. Правильно болеть. Не стонать. За таблетки и лекарства. Это не убежит здоровье-то. И правильно умирать. Смерти не бояться. Если ты смерти боишься, то ты уже предатель. Ты не угодный. Ты кем угодно будешь, но только не человеком. Да, я пришел умереть. Опять же мусульман не сошлись. Вот такого вот спрашивают. Кем хочешь быть, как мой брат? Он умер за Христа. Он принял газоват. Он убивал неверных и сам себя подорвал. Нам это не пример. У нас пример Христоса. Вера, надежда, любовь. Им пытают. Она говорит, от одних не учились. Ты меня не сожжешь. Ты ничего со мной не сделаешь, как мать Макариская. Я у вас получу, дети мои, которых казнят и режут по пальцам. Чтобы Господь обильно их благословил. Чтобы потерять и сияло как свет истины. Чтобы этот день знали день Бога. И хвались, говорит, что знаешь Бога. Ему слава в веки веков. Аминь.